Ты когда с мужиком в постели ложилась, ты думала, что дети будут рождаться? Чтобы человека клеймили, ему не обязательно действительно вести распущенный образ жизни. Отсюда вышел плач, сюда зашел, улыбаешься. А на какие вы вообще это средства делали? Я самый натуральный тут и там. А потом бац, онкоотделение, дети умирают, мамки плачут. Когда утром он на следующий день вот так вот челку мне поднял, она у меня вот так вот вся была седая. То есть я за эти сутки посидела. А вы боитесь смерти? Наша задача идти до конца, до любого конца, какой бы он ни был, хороший или плохой. Вы когда-нибудь сами у государства денег просили? Я уходя из кабинета Карлина, я ему сказала, если вы не выполните свое обещание, я объявлю вам голодовку. И я ее в 2007 году объявила. Никогда не спрашивали у него, а что так-то? Ну вот, а за что вот это все? Да ты как лапшу суши стряхивает, так и ты все стряхнула и дальше делай свое дело. Твори добро, добро творится всегда со злым. Дайте вас обниму прям весь день. Весь день хотела вас обнять. У тебя ничего не надо тебе? Нет. А тебе? Нам фильтры. А что вы молчите? Ну, думали, мы с вами свяжемся, думали, вы в больнице пока там, что вам пока нет. Я же все время круглые сутки на телефоне, вы это знаете. Мы все равно вас увидим. Ага, ага, ага. Так, фильтры, да, ты мне сбрось, пожалуйста, какие нам надо. Они не изменились те же самые? Те же самые фильтры, да. И сейчас у нас стоит поездка в Москву, на ПКТ, и нам надо помочь с оплатой на билеты. Заходишь на сайт фонда «Подари жизнь», ищешь раздел «Помощь», ищешь раздел «Билеты». Если раньше мы занимались билетами, сейчас мы билетами не занимаемся, они взяли это все на себя. Поэтому, как получите от них ответ, так, значит, тогда мы будем знать. Если что-то пойдет не так, те деньги, которые половинку пришлет в соцподдержка какую-то, будем тогда уже либо кричать сбор, искать, чтобы вас отправить. Ольга Михайловна, вот нам нужно каждого героя в титре подписывать. Как вас подписать, чтобы было наиболее точно? Потому что там столько тире может быть в этой подписи. Я тут и там. Я самый натуральный тут и там. То есть, образы выражаясь, многостаночник. Ну, мы-то вас вот сейчас знаем по такой, по вашей актуальной деятельности, связанной с благотворительностью. Давайте об этом поговорим. Как вы в этой теме оказались? Я вообще никогда не думала, что, будучи творческим человеком, я когда-то окажусь вообще не в союзе художников Алтая работать с художниками, а вообще с мамками-отказницами, с детками, которые попадали в группу риска по отказу от ребенка. С одной стороны, это страшно вспоминать, потому что это и голод, вот, когда три дня твои дети голодные, и тебе, ты болеешь, и нечем накормить. Это очень страшно. Вот. И потом, когда на руках появляется маленький ребенок, только потому, что твоей дочери 18 с хвостиком, а ее, как говорится, любимому мужчине, будем говорить, 18, вот, и они уже становятся папой с мамой, а в пику им становятся другие обстоятельства, и когда они собираются пожениться, там, где-то что-то не пускает кто-то кого-то в ЗАГС, в результате ребенок остается на твоих руках, потому что дочь студентка. И когда она приходит в соцподдержку, и ей заявляют, ты когда с мужиком в постели ложилась, ты думала, что дети будут рождаться? Вот иди и подумай. Вы поняли, что чтобы человека клеймили, ему не обязательно действительно вести распущенный образ жизни? Не обязательно. Из плохой семьи? Да, да, семья, кстати, здесь играет очень важную роль, и поэтому надо обязательно, чтобы не так были случаи у меня уже потом, когда был создан приют во имя Святой Равноапостольной Книги Неольги, именно для помощи девочкам этой категории, и когда у меня в приюте оказывались не только девочки детдомовки, но и девочки-студентки, которые могли отказаться от ребенка, боялись сказать своим родителям где-то в селе. Когда в роддом приезжаешь и начинаешь работать, то сразу видишь, будет толк или не будет толк. Если девочка родила от насилия, тут сразу ставишь однозначно, нет, постоянно смотреть и вспоминать картину всей своей жизни, на чем она оборвалась, этого не стоит делать, потому что ребенок может попасть в хорошую семью, вырасти очень хорошим человеком в будущем. Ну вот есть такое распространенное мнение, что человек должен заниматься благотворительностью, когда у него у самого уже в избытке, но мы все знаем, что в 90-е недостаток был у всех. Моя бабушка все время делилась, и кто бы ни заходил в дом, она всегда давала кусочек хлеба там, или конфету, или еще что-то такое, а я воспитывалась с дедом и бабушкой. То есть мой папа очень рано умер, и я знаю, что это такое, быть половину сиротой, когда у всех все как бы, а у тебя вот только дед и бабка. Ой, детство, вы знаете, у меня детство было очень такое шумное, и очень, будем говорить, доброе, потому что я воспитывалась дедушкой и бабушкой, и поэтому меня любили, обожали. Это, как считается, сводные братья, то есть у нас отцы разные, мама была одна, то что у меня папа очень рано умер. А ваша мама вышла замуж, а почему у вас тогда бабушка с дедушкой вами занимались? Ой, старики тогда мои были еще, будем говорить, молодые, они оставались одни, и бабушка побоялась, что неизвестно, как будет относиться ко мне отчим, как он будет, и они сказали, что пока они молодые, они сами меня... Это я тоже на открытии памятника. Но у вас с мамой хорошее отношение, да, судя по тому, что вы про нее рассказывали, что вы много... Да, мама жила со мной, она умерла, ушла на моих руках, так что я за ней ухаживала. Это тоже я. Это вот, представьте, новогодние елки какие были, бинтики, ваточки какие-то там. Валеночки. Валеночки, представляете, какой-то непонятный, вручную сшитый. Это вот такое вот детство мое было. Вот тебе привозят, дядя, куклу целлулоидную, а у кого-то и тряпочной нету. То есть ты поделись и поиграй. Даже если ее поломают, ты все равно не истери. То есть это закладывается вот с детства. И поэтому, да, я не имела ни гроша за душой. У меня было двое детей, внучка на руках. И все. Ни копейки денег. Поэтому я когда пришла к отцу Михаилу Капранову в церковь и предложила ему такой вариант, он сказал, давай, попробуем. Попробовали, создали. Первый в России приют, который так и назывался. А на какие вы вообще это средства делали? Ну, как бы энтузиазма все равно же мало будет. Нет, энтузиазм здесь нужен организаторский еще талант. Первая копилка была поставлена в Никольской церкви. И вот так вот помаленьку, помаленьку. И программа работает у нас в Кризисном центре для женщин. А как вы познакомились с мужем вообще? Ой, это очень интересная история. Я ехала с работы в троллейбусе, и ко мне подсела женщина вместе с сыном. А сын был ее выпускник летного училища. Ну и все, она ко мне подсела, стала разговаривать, что мы где-то с вами виделись, что что-то лицо мне ваше знакомое. Я говорю, да, всякое может быть на выпуске, может быть, говорю, у вашего сына мне ребята подарили общую фотографию. А он стоит и говорит, а у меня нет этой общей фотографии. Я говорю, приходите, я вам отдам, у меня их две. Ну, у меня их действительно было две. А у меня уже был жених. Я должна была ехать в Венгрию. Ну, так получилось, что я вышла за своего мужа. Он пришел на следующий день, через два дня он сделала мне предложение. Я ему сказала, ну, все, попробуем. Попробовали? Да, 20 лет раньше. Когда твой муж летчик военный, утром уходит на работу, но у него работа не в офисе, а на бомбардировщике. А у тебя мысли в голове, смотришь на него и думаешь, смотри, запоминай, может не прийти. Были такие случаи, когда у нас был договор. Если в течение суток он не появляется дома, ну, в смысле, уйдя на работу, на полеты, то тогда я иду к командиру, либо кто-то приходит и докладывает, что это. И вот был случай, вот так представишься, ходишь, туда-сюда, туда-сюда. И вроде как идти, звонить надо. Ребята вроде пришли, сказали, ну, там проблемы с самолетом, они сели в Польше, потом они переживают. А ты все равно интуитивно чувствуешь и переживаешь, потому что, ну, не может самолет просто вот так вот здесь и сесть. И они как раз в этот летели, у них машина, то есть все, отказала, и они летели по звездам. И вот как учили летчика влетать, когда у тебя машина не работает. Она вроде летит, вроде как это, а вот приборы где-то врут и что-то делают. И когда я уже пошла через сутки, выхожу из подъезда, а он говорит на меня, «Солнце-то куда? Я так не поворачиваюсь к командиру. Не надо, я прилетел». И потом, когда утром, он на следующий день вот так вот челку мне поднял, она у меня вот так вот вся была седая. То есть я за эти сутки посидела. Вы сами-то пробовали висеть? Да, вот это вот. В твое время, да, когда была маленькая, худенькая, то да. И как там, как ощущения внутри? А что, ощущения-то хорошие, представь себе. Единственное, что у нас нету, это вышки, с которой бы мальчишки могли бы прыгать. А так пока вот. А муж ваш прыгал? Ой, это был любитель прыжков. Он иногда прыгал за себя и за того парня. У нас иногда ребята штурмана боялись прыгать, и поэтому втихую прыгал летчик, которому это нравилось. Ну и, естественно, погода в Прибалтике довольно изменчивая. С утра было подморожено, и очень сильный ветер почему-то не отменили. Прыжки у него при приземлении стропы замотались, и он упал спиной об кочку. И с поломанным позвоночником он летал еще практически два года, пока у меня врачебная летная комиссия в Риге. И то хирург был опытный, так что вы когда будете это, следите за стропами. Попросил его наклониться, потому что он заметил, что он как-то не так себя ведет. Он наклонился, он так по позвоночнику, эээ, дорогой. Но в результате мы ушли на пенсию. Расскажите, как вообще так случилось, что вы приехали в Барнаул за своим мужем военным, и вдруг через какое-то время и Владимир Баварин, и митрополит Сергий, и другие имена вдруг оказались в вашей телефонной книжке. Муж ушел на пенсию очень рано по травмам позвоночника, а он сам барнаульский. Нам пришлось из Прибалтики вернуться в Барнаул, потому что он говорил, здесь здоровый климат, и я буду чувствовать себя комфортно. А перед этим, как уйти на пенсию, я его сподвигла, он очень хорошо рисовал, царство ему небесное. И закончил институт имени Крупской, и его живопись, она вот как бы напоминала живопись Сурикова. Но мы пришли посмотреть выставку Марченко, а на дверях Союза художников висела такая табличка «требуется секретарь». А у меня ни прописки, ничего, я захожу, вот вам как бы, а выходите завтра, да бога ради. И на следующий день я вышла в выставочный зал работать секретаря, я осталась потом консультантом-искусствоведом, после этого я стала ответственным секретарем Союза художников Алтая, поэтому вот эти вот, баварик приходил на открытие выставки, приходилось проводить его, как бы рассказывать. Слушайте, ну так интересно, вот у вас до этого уже была карьера, да, у вас было хорошее образование, карьера в другом городе, и тут вы приезжаете в Барнаулу, соглашаетесь работать, ну, секретарь это, ну, как бы, ну, принеси, налей, там протри, там позвони. Ну, скажем так. Ну, это как поставишь себя. Расскажите, как себя нужно поставить? Дело в том, что секретарь это, по сути, тень руководителя, которая все и вся знает. И идут же не к заму, а идут к секретарю и говорят, а какое сегодня настроение у нас там у шефа? Ой, лучше сегодня не заходить, может, ты сама занесешься? Да и ладно, но смотри, обязан будешь, хорошо. Слушайте, ну, все-таки есть большая разница между тем, чтобы заниматься, ну, пускай секретарской работой, но в такой творческой среде, художники, богемные разговоры, а потом, бац, онкоотделение, дети умирают, мамки плачут, врачи не могут уделить им внимания, потому что они заняты другими пациентами, которые пока еще как-то карабкаются. Вот, ну, между этими двумя вещами пропасть, как вы, оказались? Нет, пропасти здесь как бы нет. Ну, давайте по-честному, ну, это настолько сложная тема, которой нужно какой-то невероятный ресурс внутренний иметь. Толчок. Вот здесь как раз толчок и был. Есть внучка под названием и именем Ирина. Ей тогда было около пяти лет, и дочь звонит и говорит, мама, у нас у Ирины проблемы с кровью. И, будучи работая с врачами и со всем, тут как бы вышибают у ребенка проблемы с кровью. Но это первое, что это может быть рак крови. Ребенок просто переболел, кровь была очень сильно разжижена, и здесь... Но толчок был дан. Через какое-то время есть у нас в крае человек довольно известный, Евгений Семенихин. Женя мне звонит и говорит, ты не хочешь заняться палеотивом? Я говорю, а вообще, это что? Ну, и почему мне, да? Да, и вот представляете, почему я? Потому что, ну ладно мамки, ладно там роддома, ладно там как бы картины, художники, с которыми я до сих пор дружу. А тут палеотив, слово-то вообще незнакомое, что это такое? Начинаю искать. Оказывается, палеотив это улучшение качества жизни на последнем этапе ухода ребенка или взрослого человека. В мир иной. Меня, естественно, подтряхнуло, потому что вообще как бы не это. Но тема осталась, застрялась, потому что толчок-то был, Ира. Еще неизвестно, как сложится у нее, потому что она остается под наблюдением. Значит, это не просто так. Проходит какое-то время, команда не складывается. Только произносишь работу с детьми из онкологии, все. Я уже так руки опустила, и программы, которые мне прислали, и целую кандидатскую прислали, я все это изучила. Но никак. Потом раз на следующий день приходит женщина и говорит, вам доктор нужен. Я говорю, а что? Ну вот я бы хотела работать. Я говорю, а будете работать с онкологически больными детьми? Буду. А у меня есть еще, говорит, подруга, а она психолог клинический, медицинский. Я говорю, так веди. Представляете, на следующий день пришли обе. И сели, и была создана программа «Новая жизнь». И до сих пор мы работаем по ней. И уже 17-й год мы продолжаем вести эту работу. Ну, а вам вот сложно по такой настрой в себе поддерживать, позитивный, видя, что дети, как вы говорите, тяжелые. Отсюда вышел плач, сюда зашел, улыбаешься. Поэтому здесь по-другому никак не получается. И врачи точно так же. Домой, может, они приходят и, как говорится, ложатся пластом. А здесь – это работа. Нашу работу – поддерживать. Наша задача – идти до конца. До любого конца. Какой бы он ни был, хороший или плохой. А эти пути отличаются? Отличаются. А чем? Любовь даришь просто больше. Чем когда есть 80%. Но эти 80% могут в один миг превратиться в 10%. Недаром же у нас написано, мы помогаем тем, у кого нет времени ждать. Здесь у каждого нет времени ждать. Есть только надежда и вера. А почему родители не хотят, чтобы знали? Неужели? Я же тебе сказала, что кто-то будет с милосердием относиться к этому, а кто-то будет злорадствовать. Зачем? Ну, неужели есть люди? Есть. И очень много. А вы как-то сталкивались с этим? Конечно. Если бы я не сталкивалась, значит, я бы об этом не говорила. А как это проявляется? О, я была несколько лет случай такой, когда мамочка… И я подошла и сказала, что я такая-то, я такая-то, если вам нужна будет помощь, вы подойдите ко мне и скажите, мы не нуждаемся ни в какой, ни в чьей помощи. Прошло какое-то время, года 3-4, наверное, и все повернулось в обратную сторону. И помощь сразу нужна была, и пальцев уже не стало, потому что болезнь, она сравнивает всех, и богатых, и бедных. Поэтому особенно страдают те, у которых был достаток, и все, потому что, ааа, у вас денег было куча, а теперь вы собираете. А, ну люди злорадствуют, да? Конечно. А с другой стороны, есть здесь какой-то комьюнити, поддержка друг друга? Вот эти женщины, они друг друга как-то лучше понимают? Ну, естественно, они же здесь, те даже вот, которые уже повырастали, дети, они продолжают дружить, они остаются все на связи между собой. Даже дети, у кого ушли, детки, а у тех, у кого живут, они все равно между собой дружат и поддерживают. Откуда появился проект «Надежда на чудо»? Он же по-другому назывался. Исполнение мечты или последний подарок? Последний подарок вообще, так очень грустно звучит. Да, но это второе название проекта «Надежда на чудо». Вот представьте себе, мы знаем заведомо, что ребенок уйдет. И больше любви, больше внимания, больше всего того, что нельзя другим, мы делаем для него. Вот он должен быть на этом маленьком открестке самым счастливым. И пусть боли страшные, но их как бы убирает. Но он уходит счастливым. Когда он берет и обнимает куклу, или, допустим, знает заведомо, что ему подарят ноутбук, а у него уже силенок нет, и он начинает, извините меня, делать зарядку для того, чтобы с этим ноутбуком еще и поработать, ты видишь это, и ты еще больше даришь ему внимания и любви. В чем заключается палеотивная помощь, например, в Алтайском крае для ребенка и для взрослого? Насколько я понимаю, там первостепенно это убрать боль, да? Потому что еще там 10-15 лет назад люди уходили не то что в любви, люди просто уходили в ужасных муках, и там было не до эмоциональных каких-то подъемов, да? Ну да, мы когда начали заниматься, мы же палеотив тащили сюда, и в Белорусском детском хосписе, где мы были, там было на 5 всего коек, это вентиляция легких, оборудование очень дорогое, это коммуналка, которая сжирают, то есть это, по сути, должно делать государство. Организация, которая желает этим заниматься, она должна просто быть помощником, своими специалистами, вот то, что мы делаем, то есть заниматься, рисовать с ними, радоваться с ними. Основную тяжесть несут другие, и наши алтайские, слава богу, слава богу, что у нас есть это отделение, ведь там детей онко не так много. Там другие заболевания, дети, которые не могут сами есть, не могут сами глотать, не могут сами двигаться онко к растению, то есть этих детей гораздо больше. И обучение родителей и семьи, как ухаживать за этим ребенком, это тоже часть этой палеоативной работы. И поэтому ребенку комфортнее в домашних условиях, в любви, нежели в палате. В палате он может находиться действительно, когда уже не помогают ни наркотики, ни еще что-то, и врачи экспериментируют, добавляют какие-то морфии или еще что-то, промедолы. А дома, если это позволяет, они приехали, научили, приехали в следующий раз, проконтролировали, если есть вопросы, они рассказали, то же самое делается в Белоруссии. В каждом районе должна быть своя точка, то есть антенный метод такой. Люди обученные, в которые могут семья позвонить, и даже священник подготовлен для этого, когда у нас ребенок находится на палеоативе в районе, мы подключаем и священников, которые работают с этой семьей и готовят ее постепенно к уходу этого ребенка и участвуют в его отпевании и так далее. А психолог работает с ними? Да. Да. Священник на месте, он тот же психолог, потому что мы не можем охватить всех, но в районах края есть центры помощи семье и детям, комплексные. При них есть психологи, и если требуется помощь, допустим, семье, родителям, то эти психологи могут помогать. Сколько вы занимаетесь именно онкобольными детьми? 16 лет. За 16 лет можете как-то проанализировать, качество лечения лучше стало? Конечно, конечно. Сколько детей, да, там 16 лет назад уходило, и сколько сейчас? Есть разница? Ну, есть, конечно, большая разница сейчас. Новые методики, новые технологии, новые протоколы идут. Вы посмотрите, у нас лучевой центр какой открыт, у нас ядерный центр открыт. Это же все используется тоже для наших детей. А что это дает? А, это дает шанс жить. Ну, вот некоторые эти самые, видите, диагностики, как вот мы сейчас разговаривали, позитронная иммерзионная терапия, томография, это, значит, ПЭТ называется, это будет делаться дальше. То есть здесь, видите, у него связано с мозгом, поэтому это делается будет в Москве, либо в Санкт-Петербурге. До этого мы еще как-то вот, хоть и есть, МРТ уже есть свое, а вот этого нету пока. А вы верите в загробную жизнь? Верите, что тех детей, которых нету, что они где-то? Конечно, они все с нами, все наши ангелы, все рядом. Да? Вы заметьте, что ушедшие дети, когда уходят, если родители молодые, то в семье может появиться один ребенок, а потом через год еще один. Так что все нормально. А вы помните первого ребенка, который ушел? Да. Да. Ему было почти 18 лет. Ты уже был взрослый, это мальчик или девочка? Да, это был мальчик, звали его Илья, это был воспитанник бывшей летной школы. И вы как это переживали? У вас не было такого, что слишком тяжело, надо уходить? Нет, тогда было еще не так много времени, потому что все-таки 16 лет – это срок большой. А вы боитесь смерти? Нет, а что ее бояться? Ну, в общем-то, как-то всем страшно, она всех пугает. Ну, это когда ты далек от всего этого. А когда мама твоя уходит на твоих руках, когда уходит ребенок, взрослый ребенок на твоих руках, это все это видишь, и видишь все эти мучения, и только говоришь, господи, забери и не мучай. А от этого отношение к жизни ваше изменилось? Цените каждое мгновение, вот и вся жизнь. Цените каждое мгновение, солнце, погода, нет плохой погоды, есть наше плохое настроение. Так вызываю настроение, поднимайте и говорите, кому-то еще хуже, чем мне. Ну, вот вы говорите, что финансовая ответственность за такие организации, она в идеале должна лежать на государстве. Вы когда-нибудь сами у государства денег просили? Ну, практически, честно, нет. А почему? Дело в том, что у меня такая позиция. Много-много-много лет назад, 21 год назад, еще при жизни Владимира Николаевича Поварина, когда я пришла открывать организацию, он прямо на коллегии конкретно сказал, все вы, начиная с общественности, потом переходите на коммерческие рельсы. Я ему дала слово, что я никогда этим заниматься не буду и просить не буду. Ты пробовала просить? Не получается, не умею. Как, расскажите. Ой, ну как, вот звонишь своим уже друзьям и говоришь, вот протянутая рука, я к вам опять, сколько положите? Нет, конечно, сложно, очень тяжело. Ну, наверное, чуть проще, потому что не для себя, да? Для себя когда-нибудь просили? Для себя еще тяжелее просить, вообще не просишь. А для кого-то проще. Это намного проще. Дайте, я вас обниму прям весь день, хотела вас обнять. Вот зреликие, красавцы. Не снимаем, не знаем. Так что, вот сейчас заменим все, и все будет супер. Вот эти игрушки, это же вот все подарено. Коробку храбрости видели? Вот в нее кидают дети, которые переносят тяжелые вот эти химии, и вот это вот все, они в конце недели или, допустим, в середине недели получают, выбирают себе за мужество и за это подарочек. А кто придумал эту коробку храбрости? Ой, она везде, во всех регионах. Мы даже не знаем, кто первый ее придумал. А вопросы к вам когда-то были? Потому что сейчас есть такая волна, мне кажется, наскоков на организации, которые занимаются благотворительностью. Фонды. На фонды, их проверяют, их пытаются. Это не то, что уличить, но вот показать, что в любом фонде есть какая-то еще, как вот вы сказали, коммерция. Были у меня случаи, были у меня проверки. Мы находились, у нас приют находился на Пролетарской 127. Это рядом с идеалом. Рядом с идеалом. Домик там наш до сих пор стоит, его не снесли. А тогда, тогда за него, за этот кусок борьба шла не на жизнь, а на смерть. И поэтому вот было такое, что нас должны были просто-напросто с мамками выбросить на улицу. Несмотря на то, что мы подготовили проект застройки, предложили городу, что у нас нашелся инвестор, который застроит этот участок. Город получит свои 500 квадратных метров, из них 100 будет мать и дитя. Остальные город может распоряжаться как-то быть. Нет, надо было продать кому-то своим, то есть это сделать. И тогда это 2007 год, но это было гораздо раньше, как раз только-только пришел Александр Богданович Карлин. Вот, я добилась аудиенции с ним, рассказала ситуацию, что вот нас как бы прессуют, проверяют, приходят с полицией, приходят это, проверяют, кто за каким столом сидит, кто, что у нас хранится тут, что у нас хранится там. Вот, и я говорю, понимаете, что нельзя этого делать. Наши мамочки, особенно детдомовки, все, это первый признак, что она оставит его либо в мусорном баке, либо где-то еще, потому что приходили, спали и подмошли. Оставит это еще лучше в случае, она может его и задушить. Ну, как бы давайте честно говорить. Да, я просто, и все, он мне заверил, что все это вопрос решится, никаких проблем с этим не будет и так далее. Я, уходя из кабинета Карлина, я ему сказала, если вы не выполните свое обещание, я объявлю вам голодовку. И я ее в 2007 году объявила. Я голодала 7 дней, потому что здание уже было выставлено на аукцион, то есть уже грозила продажа и так далее. И я не пошла уже на прием к Александру Богдановичу. Я просто дала телеграмму, что вот та же с вами встреча не возымела положительных результатов. Но я даю, в смысле, я включаю то, что дала вам слово. Я начинаю голодовку. Сработали господин Колганов, сработал и сказал, отдайте. Так мы остались еще на 5 лет и продолжали все это. Но это не выход из этой ситуации, потому что это была крайность. Я считаю, что Карлина, ну просто вот его специалиста, с которым он спустил, что следите, смотрите, решите. Ведь они могли просто предложить нам другое прекрасное место, где нашим мамочкам было бы комфортно и хорошо. Потом этот вариант был через 5 лет сделан. И самое интересное, что нам сейчас продлевают на год, а нам продлевали сразу на 5 лет. А вам это тяжело дается? Очень. Ну просто вы сейчас про это так рассказываете, что это с таким азартом, что как будто бы это, ну вас как-то зарядило, немножко так распалило. Как вам это далось? Как вы? Это очень тяжело. Во-первых, я похудела, как сказал один товарищ, говорит, она извлекла два варианта. Она и похудела, и добилась того, что нет, это сейчас, когда вспоминаешь, вспоминаешь с улыбкой. Вспоминаешь, что ты просто прошёл, пришёл батюшка, благословил меня на это. И представляете, я очень долго не могла смотреть на воду. Тебе надо было выпить, вот такие вот дарили мне пятилитровки. Ну а страшно вам было? Вы вообще думали о том, что, а может быть, они это расценят как провокация, и на зло не будут? Нет, слишком много задействовано было уже всего. А, ну то есть вы понимали, что за вами Москва, да? Москва, да, за мной регион и Москва. Но вот потом, как сказал Михаил Шипицын, один из моих, как говорится, друзей, он говорил, мы ей грамоты и благодарности, а она нам в голодовке. С теми людьми, с кем вот работали, ни я не обиделась. То есть не они, они прекрасно тоже понимали, они понимали, что это не от них зависит. А тут шла тихая война, вот именно за этот участок. И я еще, а, Сергей Леонидович Сыток тогда еще сказал, интересно, ты или они тебя? Я сказала, меня сломить трудно, я жена военного, и будут стрелять, я все равно буду идти. Ну видите, в продуктивном конфликте должны выиграть обе стороны, да? И так, наверное, и получилось. Так и получилось, да. Администрация-то тоже свое получила в том плане, что они, когда решили этот вопрос, они сохранили вашу организацию и сохранили свою репутацию? Мало то, что они сохранили организацию и репутацию, они же еще получили программы, потому что программа приюта, она же была передана в Центр помощи семье и детям Центрального района, она же там начала работать. То есть город, соцподдержка, они получили, и вот это вот соединение общественной организации и государственного учреждения, потому что звонили, говорили, а ты эту мамку знаешь? Ага, а что там, чего там? То есть, понимаете, они знали, что если они ко мне придут, я обязательно решу эту проблему. И с детским садом они нет, а мы решим. И мы добились того, что у нас была даже прописка на нашей территории, мы прописывали мам, чтобы они могли получать детские пособия, отдать ребенка в детский сад. Вот благотворители, они вот делают, 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 а они не понимают, что они делают хуже тем, кому они помогают. Вот эта вот девушка, но она бы, может быть, барахталась, барахталась, как лягушечка бы, избила бы масло. А тут ей Ольга Михайловна добрая, тут дала, тут садик выбила, тут работку, наверное, тоже помогали найти. И все, и человек привыкает вот жить на какой-то подпитке. Вы как? Мы-то как раз давали, пусть она барахтается, потому что мамку детдомовку надо было научить еще и любить ребенка. Вот в чем дело. Не просто так. Они не умеют любить детей, их надо научить, их надо мотивировать, потому что иначе по-другому нельзя. Да, да, есть, знаю, организации, которые эти. Мы просто наблюдали со стороны до трех с половиной лет. Как она идет? Если у нее возникло, мы проконсультировали. Дальше идет, дальше идет. И мои женщины живут в Озерках, живут в Павловске, где угодно. Они остаются на связи со мной до сих пор. У них семьи, у них по трое-четверо детей. Они работают, они продолжают. Даже те, которые мужа похоронили, они сами барахтаются. Они просто иногда звонят и просят совета. Все. То есть мы никого не тащили за собой, мы просто давали удочку и наживку. Остальное они все делали сами. Объединяли мамочек, они снимали квартиру. Одна, допустим, работала сегодня, завтра уходила другая. И таким образом одна оставалась с детьми, пока росли до определенного возраста. Ну а были те, кто вас разочаровал? Кто, кому помогали, помогали, а она в итоге ни матерью не стала хорошей? Ну у нас, по-моему, один или два случая всего таких. Больше не было. А вы думали, почему так происходит? Ну мы заведомо знали, что мать алкоголичка. Но все-таки надежда была. Ну, то есть есть какие-то категории, в которых вы понимаете, что вот это вот, даже при огромной поддержке, при помощи и с работой, и с помощью психолога, какие это вот, кроме, например, алкоголиков, кто это еще? Ну, больше всего это риск детдомовки. У нас даже был случай, когда из детского, из роддома у нас многодетная семья сразу забрала и мамку, и ребенка в семью. Мамка, мамашка молодая тогда училась в 13-м училище. Вот, но результат, ребенок в конце концов оказался у нас в доме малютки, но эта семья, поскольку она уже привыкла, и это семья без матерных, они сейчас многодетная семья, они тогда были. А только потом они стали еще, вот как бы, кроме этой девочки, еще несколько детей у них появилось. А они взяли эту девочку под опеку, и ребенок растет. Вот здесь, да, у вас? Да, здесь был мой первый-первый класс. Здесь все по-другому было? Да, здесь было по-другому, стали немножко другие, они были желтенькие такие. А вы преподавали культуру? Я преподавала культурологию в полном объеме, то есть это история мировых художественных культур, это русская культура, это этика, в смысле эстетика. Вот видите, стоит гладильная доска, мы учились гладить брюки. А это тоже входило в ваше? Это все входило в предмет этики. Я знаю, что вы еще и половым воспитанием занимались. Ну, это не полное, как говорится, это все входило в предмет этики и психологии семейной жизни, где мы разговаривали разговаривали о взаимоотношениях женщины и мужчины, о том, какой подход должен быть, как мужчина должен вести себя по отношению к женщине, как говорится, в паре, прожить всю оставшуюся счастливую жизнь. Но вы это на своем примере тогда показывали, потому что вы же на тот момент здесь работали вместе со своим супругом. А это не было для вас полем для конфликтов? Одна работа? Нет, наоборот, мы как-то набирали группы, которые вели вдвоем. То есть он как командир взвода, я вроде как преподаватель с ними. Поэтому это были группы, которые вкладывались в них и любовь, и внимание. Мальчишек, когда набирали, еще они не принимали присягу. Забирали их на дачу, набирали пакетами яблоки, мальчишки сюда приносили. Ходили с ними в лес, набирали грибы, жарили вот такими вот сковородками картошку и все дружно там встали, когда же им хоть чуть-чуть, но достанется. То есть это вот семья, по сути это так. То есть вот эта ледка, это такие семейные отношения, а вы поддерживаете со своими выпускниками общение? Да. Знаете, где они сейчас? Большая часть, да, те, которые со мной на связи. Из них часть стала гражданская авиация занималась? Ну нет, они были военными летчиками, но вот по истечении, как говорится, 40 лет и это, многие из них уходят в ГВФ, то есть гражданскую, потому что они еще могут летать и может быть долго придется. Кто-то стал юристом, кто-то стал водителем, кто-то стал машинистом. То есть разные судьбы, да? Да, разные судьбы. Кто-то закончил Новосибирское военное училище, разведчиками были. Вот здесь вот дети учились танцевать. Как танцевать? Да, вот здесь находится сейчас музей, а раньше это был как бы спортивный такой зал, где они могли качаться, потом это все вынесли в другое. А зачем танцевали? А как, зачем танцевали? Офицер должен уметь все. Он должен пригласить даму. А тренировались на вас? Ну, не только на мне. Попробуй, подними стол, это вот надо поднять стульчик и представить себе, что это дама. И попробовать с ней танцевать. Конечно, казусов было много, мальчишки, естественно, смеялись. И всегда говорила, так, идешь ко мне, они стесняются, представьте, я говорю, я учитель, я не женщина. Это было главное, потому что все-таки есть, как говорится, гендерные такие. Это формы, но вот эта вот форма самая первая, она самая любимая. Вот в такой форме ходили наши мальчишки. Вот ваши первые выпускники, им сейчас сколько? Ой, по 46 лет уже. Вот это вот все называется за ша. Как называется? Защитный шлем. Вот когда-то в таком шлеме мой муж тоже его использовал. Вот у нас есть такой, но зять у меня увез. Вот к себе в Хакасию. Сейчас уже вот такие вот. А вот мой муж. Это как раз его выпуск. Видите? Вардимир Ванч Гога. Я когда-то в юности собиралась прыгать, но из-за своего зрения, а тогда было очень-очень строго. И поэтому меня списали и сразу. Поэтому я лучше сыграю в теннис, погоняю с мячом в волейбол, в баскетбол. Это для меня более приемлемо, чем... Нет, с парашютом это надо иметь мужество, надо иметь, как говорится, призвание. В смысле мужество надо иметь. А ваша работа в отделении для онкобольных детей, там мужество не надо, да, вы считаете? Или это другое какое-то мужество? Нет, там больше, наверное, милосердия. Больше милосердия, больше любви, наверное. Ну, может быть, да, где-то мужество есть. Но мужество у наших детей, с которыми мы работаем. Ольга Михайловна, а какие у вас планы на будущее? Вот вы до того, как мы включились, начали шутить, что всё, я ухожу, я устал, я ухожу. Действительно, иногда бывают такие мысли, усталость, особенно когда дети уходят. Дети уходят, когда у тебя на руках, или приходят к тебе во сне и прощаются с тобой. И ты потом в течение недели больше восстановиться абсолютно не можешь. Морально ты просто воешь от бессилия, что ты ничего не можешь сделать. И тогда приходит, как говорила моя мама, твоё сердце уже как тряпочка, не пора ли остановиться? Оно может в любой момент просто у тебя остановиться. Ты раздаёшь его всем, просто вот даришь. И на что моя внучка сказала, ты хоть кусочек нам оставь. Я сказала, на всех хватит. Поэтому бывают минуты, когда надо финансирование, надо завтра этому ребёнку на 100 тысяч купить лекарства. И ты прекрасно понимаешь, что вот этих денег ты за эти сутки переслать в аптеку в Москву, ну вот физически как-то не сможешь. Даже вот это. И тогда единственное, что ты скажешь, Господи, ну помоги. Я не себе прошу. Мне просто нужно помочь этому ребёнку. И вы знаете, вот какая-то сила такая появляется в тебе, что надо, ищи. И потом раз, как будто мысль какая-то, а ты вот позвони, и смотришь там, там, там. И в ночь ты уже оплачиваешь этот препарат и заказываешь курьерскую службу. И через два дня, через сутки он приходит сюда, и ты спасаешь просто жизнь ребёнка. Вы чувствуете реально, да, помощь откуда-то? Или вам просто так легче себя убить? Нет, у меня, по сути, и вся моя работа после развода с Пужем, вот это всё началось-то. Должна быть вообще подсознана организация, которая бы помогала женщинам творческих профессий, художницам, поэтессам, там, допустим, ещё кому-то. Но она вот трансформировалась, потому что сегодня художник продал работу, есть деньги, а если у него дополнительного заработка нет, значит, надо как-то тянуть. А женщины-художницы, они более подвержены этому. И точно так же издала книгу, и вроде как... Ну и знаете, ещё у женщин есть в нашем обществе, как принято, мужчина, он более свободный, например, у него была семья, но он вдруг решил, что он художник. Он закрылся в мастерской, пишет, продаёт, не продаёт. А женщина-художница, если вдруг есть ребёнок, она должна хочешь-не хочешь, пишешь-не пишешь, но тебе нужно обеспечивать своего ребёнка, скорее всего, своей маме помогать. Всё правильно, идти работать дворником, если есть педагогическое образование. Но оно трансформировалось, и когда вот сами прошли через голодный вот этот вот, я говорю, девчонки, я буду своим дочерям создавать организацию. Они говорят, мама, у тебя ни здоровья нет, ничего, ты перенесла столько операций уже, как бы, может это, я говорю, вот давай, вот сейчас выйдем на улицу, и вот куда нас повезёт автобус, в какую церковь, вот, значит, тогда будет знак в храме, значит, я начну, не будет знака в храме, я не буду начинать. И мы поехали, как раз автобус пошёл в Никольскую церковь, дорогу-то туда была, военная церковь. Вот, и как-то зашли, и Анна пошла в левую сторону, а я осталась здесь, это была вечерняя служба, и вот такое впечатление, как будто кто-то мне говорит, вот посмотри вот туда, вот посмотри, я смотрю, а там стоит копилочка, помогите детям, сиротам, детям, инвалидам, и так далее. Дочь подходит, я ей показываю, это знак. После службы я осталась, попросила священника отца Евгения Елисеева, говорю, вот так и так, батюшка, благословите, он говорит, у нас этим занимается отец Михаил Капранов, вы подойдите к нему, я думаю, что у нас это вот, то есть меня Господь ведёт с 98-го года, помогая мне всё время, и я помню, когда было очень обидно, когда Сергей Изюзин после разговора со мной написал, что все творческие люди немножко это, но он имел в виду не это, а я тогда это не поняла, это сейчас я понимаю, и с улыбкой говорю, Сергею спасибо, что он мне придал ещё больше сил, и я ему сказала, через год приют будет, через год приют открыт. Он был открыт ещё раньше. Как вы говорите, в минуты вашего такого отчаяния, бессилия, никогда не спрашивали у него, а что так-то, ну вот, а за что вот это всё? Ну, опять же, ответ, Господь даёт то, что тебе по силам. Делаешь добро, это ответ, что вот мамки неблагодарные, вот я пластаюсь, а они потом за это, а он говорит, а ты как лапшу суши, стряхивай, так и ты всё стряхнула, и дальше делай своё дело. Твори добро, добро творится всегда со злом, оно всегда будет на пути, у тебя вставать какие-то козни, какие-то завистники, говорили, что я из-за границ не вылазаю, какие-то контейнера получаю из Германии. Получали? Нет, не получала. Мы обязаны, мы никому ничего не обязаны, мы никому ничего не должны. Но вас это всё равно не демотивирует, да, вне зависимости от того, как так? Нет, нет, иногда это говорим, всё, собираемся, уходим, неделю на сообщение будет. Иногда бесят, да? Да, всё. Ну, а потом, как бы, это был, один раз в месяц не ходили, какой-то карантин было, всё, помню, звонит, Виктор Иванович говорит, а вы что это не ходите? Так, карантин, у кого карантин, а у кого работа, быстро на работу, вот и всё. То есть, для нас нет выходных, мы работаем круглые сутки, что я, что Наташа. А вы, кстати, как-то устроены здесь, получаете зарплату, да? Нет, нет. Ну, Наташа? Нет. Наташа тоже не получают? Мы вообще здесь не пристроены. То есть, это ваше волонтёрское, такое желание? Это наша мать-едитёвская работа. Мать-едитёвская работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова